МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Зайдя в храм, Владыка Филарет и все священники, которые молились с ним в эту праздничную ночь, поочередно воскликнули «Христос воскресе!», попутно меняя белое облачение на пасхальное красное. Праздничная литургия долгая, она длится около трех часов. За это время возглас «Христос воскресе!» звучит несколько сотен раз. И даже несмотря на то, что в этом году пасхальное богослужение немноголюдное, все же в Казанском храме Жадовского монастыря произошло небольшое, но очень приятное весеннее пасхальное чудо. Буквально за пару часов до начала литургии расцвели ветви абрикоса, которыми украсили храм. Причем все сразу, как по приказу. До этого они простояли в храме три дня. И это обстоятельство, безусловно, добавило позитивных ноток к праздничному настроению. Всех воспоздравляя с праздником, с Пасхой Христовой, хочется в этот светлый день всем нам пожелать, чтобы Господь, как Который празднил ад, празднил и саму смерть, дал нам живут вечно. Берегите себя, берегите здоровье. Да воскресший Господь подастся благости мне. Увы, но в этом году нарушится многолетняя традиция. Обычно Владыка Филарет в течение всей Светлой Седмицы каждый день проводил службы в разных храмах Барышской епархии. В этот раз все визиты отменились по причине пандемии коронавируса. Но праздник праздников не отменяется в любом случае. Его можно и нужно праздновать душой. А вот для тела пока карантин. Дмитрий Гурин, видеостудия Барышской епархии, специально для Уллправда ТВ.